Здравствуйте! С вами Анна Костина и вы смотрите МЧС-обзор. Александр Куренков открыл международный салон средства обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2023». С 2008 года салон является одной из главных площадок для демонстрации новейших учений достижений в области обеспечения безопасности. За это время «Комплексная безопасность» заслужила признание не только в России, но и на международной арене. В рамках салона представлен широкий спектр перспективных отечественных и зарубежных инновационных разработок. Главной его темой остается модернизация научно-технического и технологического обеспечения деятельности в области «Комплексной безопасности человека, общества и государства». В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Кубинке на двух сотнях квадратных метров более 230 единиц техники для тушения, спасения и помощи, а также свыше 170 экспонатов, включая спецоборудование и снаряжение. В Москву для участия в салоне прибыли представители 24 стран и 6 международных организаций. Общее количество иностранных коллег превысило 90 человек. В рабочем графике Александра Куренкова ряд встреч с главами чрезвычайных ведомств государств-партнеров. Все они направлены на развитие сотрудничества в вопросах безопасности населения и территорий. В частности, министр провел двустороннее обсуждение с главами чрезвычайных ведомств государств СНГ, Киргизии и Таджикистана. Среди спортивных мероприятий – Кубок МЧС России по боксу и Всероссийские соревнования МЧС России памяти героя Российской Федерации Евгения Чернышева по пожарно-спасательному спорту. Ну и, конечно же, победителем весовой категории 71 килограмм становится Денис Кундра, Республика Адрегея! Состязания пожарных, полоса выживания газодымозащитников, тематические мастер-классы и тренинги прошли на 12 учебных точках. В практических действиях соревновались свыше 400 профессиональных пожарных со всей страны. Крупномасштабное демонстрационное учение силы средств РСЧС прошло в Ногинском спасательном центре. В нем приняли участие порядка 900 человек, более 170 единиц техники, в том числе вертолеты, беспилотные воздушные суда, а также специализированные робототехнические комплексы. Ознакомиться с современным аварийно-спасательным оборудованием и техникой, практической отработкой вводных российских спасателей приехали иностранные коллеги. Более 90 человек из 24 стран и 6 международных организаций. Во время учения подразделения МЧС России, МВД России, Росгвардии, лесоохраны и другие отработали совместные действия по ликвидации последствий практически всех видов ЧС природного и техногенного характера. Тренировка позволила проверить на практике новую специальную и пожарно-специальную технику, а также инновационные технологии при оказании помощи пострадавшим. Впервые на учении отработана вводная по ликвидации горящего газового фонтана противофонтанными военизированными частями, теперь подведомственными МЧС России. В учении были задействованы беспилотные воздушные суда, которые проводили разведку местности и мониторинг зоны ЧС. Для того, чтобы получить хороший опыт и стать специалистом высокого класса, необходимо зайти в одну и ту же обстановку несколько раз, как минимум пять. И в отработке этих учений даже опытные люди для себя каждый раз находят что-то новое. МЧС России совместно с органами власти Тульской области организована встреча и размещение жителей из города Шебекино. Спасатели оказали помощь в размещении более 60 белгородцев в Центре временного размещения соотечественников города Плавска. Преимущественно это женщины, дети и пожилые люди. Психологами МЧС России оказана квалифицированная помощь и информационно-психологическая поддержка. В администрации пункта временного размещения граждан в полном объеме организовано продовольственное, медицинское и информационное обеспечение прибывших граждан. Мы оказались на передовой, действительно, люди действительно стойкие. И спасибо вам, что приезжали на нас, что дали достойные такие места. Действительно, мы почувствовали себя людьми. Специалисты МЧС России готовы к проведению аварийно-восстановительных работ в Херсонской области. Это аэромобильные группировки. Всего более 350 человек и около 100 единиц техники, в том числе плавсредства и мотопомпы. Кроме того, МЧС совместно с Роспотребнадзором и Минобороны прорабатывают вопрос по дезинфекции территорий после схода воды. Проводятся расчеты по объектам первой необходимости. Для организации аварийно-восстановительных работ после схода воды в Херсонской области приведены в готовность аэромобильные группировки Главного управления ЧС России по Ростовской области и городу Севастополю, Донского и Тульского спасательных центров, Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего более 350 человек и около 100 единиц техники. В регионе местными властями подготовлено 40 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находится более 300 человек. Остальные жители находятся у родственников и знакомых. Организовано на постоянной основе взаимодействие с населением по оповещению о складывающейся обстановке. В связи с нарушением электроснабжения в Херсонской области по поручению министра Александра Куренкова для жителей потопленных территорий МЧС России доставит 35 электростанций своего резерва и еще 10 станций, выделенные из запасов Росрезерва. Спасатели также везут в пострадавшие районы мотопомпы и тепловые пушки для откачки воды и просушки социально значимых объектов и жилых домов. Среди первоочередных задач – обеспечение населения питьевой водой. Первая партия бутилированной воды общим весом более 20 тонн доставляется машинами МЧС России из Республики Осетия. Еще 10 тонн будут направлены из Ростовской области. Спасатели МЧС России ликвидируют последствия непогоды в Краснодарском крае. Подтоплены более 60 придомовых территорий и 16 домов в Лобинском и Новокубанском районах и городе Армавир. Во всех муниципалитетах проводится откачка воды. Наиболее сложная обстановка в Лобинске, где остаются подтопленными 28 придомовых территорий. Из них в 6 домов зашла вода. Для мониторинга используются беспилотные летательные системы. Всего калифидации последствий прохождения комплекса невиноприятных металлических явлений привлекается от РСЧС 181 человек и 94 единицы техники. Из них от РСЧС России 78 человек и 28 единицы техники. В Абакане собрались огнеборцы со всей Хакасии, чтобы выявить сильнейших в пожарно-спасательном спорте. Вместе с профессиональными пожарными участие в соревнованиях принимают девушки, дети и будущие пожарные из училища Олимпийского резерва, обучающиеся на факультете пожарной безопасности. Участие в соревнованиях принимают 12 команд, почти 200 спортсменов со всей территории Республики Хакасия. Спортсменов ждут преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета, подъем по штурмовой лестнице и боевое развертывание. Результатом состязаний станет формирование сборной команды Главного управления МЧС России по Хакасии, которая примет участие в соревнованиях МЧС России среди сибирских регионов. Сотрудники МЧС России приняли участие в межведомственных бассейновых учениях во Владивостоке. Главными целями масштабного мероприятия стали отработка взаимодействия между различными ведомствами, отработка совместных действий между экипажами воздушных судов-спасателей и морских судов, а также совместные действия по спасению людей на водной акватории. По легенде учений, в результате столкновения с неизвестным подводным объектом в Амурском заливе затонул теплоход. Экипаж покинул судно на спасательном надувном плоту. Шестеро моряков оказались в воде, двое получили травмы. Необходимо было спасти пострадавших, оказать помощь. Все задействованные службы с поставленными задачами справились успешно и эффективно. В Грозном, на территории Центра олимпийской подготовки под жидо имени Владимира Путина, прошли пожарно-тактические учения. По легенде, на третьем этаже гостиничного комплекса произошел пожар. Плотным задымлением пути эвакуации были заблокированы. Люди смогли выбраться только на крышу здания. К спасению людей привлекались все технические средства, стоящие на вооружении Грозненского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавшим была оказана экстренная медицинская и психологическая помощь. Вскоре условный пожар был ликвидирован. Сегодня под руководством начальника Главного управления МТС России по Чеченской Республике генерал-майором внутренней службы Шакаева Альхана Гарманова на территории Центра олимпийской подготовки под жидо имени Владимира Владимировича Путина проведены тренировочные пожарно-тактические учения. По завершению учений все задачи выполнены. Личный состав показал высокую готовность к выполнению задач по предназначению. Безопасные условия отдыха для детей в летний период являются одним из приоритетных направлений в деятельности МЧС России. Перед открытием первой смены по всей стране сотрудники МЧС России проводят профилактические и надзорные мероприятия в детских лагерях. Сотрудники МЧС проверили безопасность детских лагерей. Например, в Ростовской области более 850 объектов, которые могут осуществлять прием и размещение детей для летнего отдыха. Особое внимание объектам в лесной зоне. Там спасатели проверили наличие и своевременное обновление минерализованных противопожарных полос, исправность источников противопожарного водоснабжения, а также отработали действия по эвакуации детей в случае возникновения лесного пожара. В Приморском крае провели плановую проверку системы автоматической пожарной сигнализации во Всероссийском детском центре «Океан». Особое внимание уделено состоянию эвакуационных путей, наличию огнетушителей, а также внутренних и наружных водоисточников. В Дагестане сотрудники Управления надзорной деятельности также провели рейдовые мероприятия в детских лагерях. В этом году в республике будут функционировать 25 загородных лагерей. Детский оздоровительный лагерь «Восток» в Красноярске также проверили сотрудники МЧС России. Недалеко от лагеря располагается лесной массив, поэтому проверили состояние опашки. Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю взяты на учет 47 стационарных загородных лагерей. Кинологи со всей России проходят испытания в Тульском спасательном центре. В эти дни проходят ежегодные сертификационные испытания расчетов кинологической службы МЧС России. В них принимают участие 66 кинологических расчетов ведомства. Четвероногие специалисты показывают свои послушания и ловкость, навыки поиска человека в техногенном завале и в природной среде. Тренировки систематические проходят несколько раз в неделю. Это обязательные условия. При обучении собаки. Когда собака уже более-менее подготовлена, ну хотя бы раз в неделю поддерживаешь, тренировки должны быть. Вперед! Спасателям с собаками дается 20 минут на поиск трех человек в лесном массиве и двух в техногенном завале. Судейская коллегия оценивает отдельно работу кинолога и собаки. Дает комплексную оценку действиям кинологических расчетов в целом. Прохождение аттестации дает право на ведение поисково-спасательных работ в 2024-2025 годах. И на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова